Добрый день, дорогие друзья! Хочу представить сегодня вашему вниманию мастер-класс вот такой вот емкости или контейнера для новогоднего подарка в виде поросеночка вот такого вот. В дальнейшем хочу к нему еще сделать санки прикрепить вот к этому поросенку вот такой у нас хвостик вот такая крышка от контейнера такая у него емкость у этого контейнера вот с такими ушками как все это сделать я вам сейчас покажу и расскажу поросеночка я начала с того что сначала делаю пятачок у него вот я определилась с формой по которой буду облетать пятачок вот такая бутылочка у меня вот сейчас уже сделала вот набрала трубочки и сплела вот такой вот круг основание такое сейчас когда буду поднимать стоячки мне нужно сделать так чтобы у меня одна сторона сразу же в начале пятачка она как бы выразилась немножко вот если посмотреть на картинку настоящего поросеночка то получается что как бы верхняя часть самого пятачка она у него немножечко выступает сама же форма головы вот она как бы как бы в виде воронки в виде воронки какое продолжение вот самого носа идет поэтому вот сейчас я пятачок сделаю вот я подняла стоячки поднимая стоячки и сразу же по первому кругу по первому кругу сейчас вот рабочую трубочку наращу смотрите пожалуйста круг прошла вот не замкнулся круг и теперь что сделаю до половины сейчас один раз просто вернусь назад чтобы это не так сильно выделялось я все-таки сделаю обратно обратной веревочкой чтобы это было в том можно даже не до половины можно даже вот так вот чуть-чуть самую верхнюю часть только потом нужно будет что на четырех трубочках вот так чуть-чуть приподняла вот этот самый носа . вот как бы вам сказать вы смотрите сейчас я вернусь назад обратно вот на четырех стоячках сделала верну возвращаясь назад и пошла по кругу вот когда пятачок уже сплетем уже сплетем да это будет видно что это будет вот как бы вот таким вот образом немножечко опустим сюда вот вот так вот сама донышко и вот такая вот на сопричка получается все теперь я дальше иду по кругу вот и поднимаю сам по себе пятачок по форме сейчас вставляем сюда форму вот так и оплетаю форму до нужного мне место это расстояние и потом сразу же начну расширять вот так вот стоячки для того чтобы у меня получилось вот такого типа воронки чтобы нос сразу перешел в голову единственное что я хочу сделать вот как бы у самого поросеночка не очень видно когда переход между головой и плечами как бы уже это туловище но я чуть-чуть сделаем немножечко такой переход на шею капельку и чего потому что я хочу запрячь его сами чтобы он тащил у меня сами для того чтобы сделать вот эту вот узду который потом нужно будет на него прикрепить на этого поросенка нужно хотя бы немножечко такой перешей чик для чего для того чтобы эти санки потом закрепить вот видите вот такое получается положение здесь немножко меньше а здесь уже чуть чуть побольше и когда вот это место вот так вот привели вот это место вот так вот вовнутрь пригнем вот так то и расстояние сразу станет что горизонтальным опять за счет того что мы вот таким образом подняли 1 1 уровень вот этого пятачка сейчас я дойду до того места когда начну расширять уже тогда потом включусь и покажу что у меня получается посмотрите пожалуйста я начала потихонечку расширять вот так получается отсюда так хорошо заметно видите и теперь мне нужно добавить стоячки почему потому что для расширения у меня уже расстояние между стойками уже очень большой обычно как обычно я что делаю сгибаю трубочку пополам подкладываю ее под стойку таким образом и оплетаю сначала одну часть трубочки веревочкой потом самую стойку под которую подвела и вторую часть трубочки которую подставила следующий стоячок проплетаю просто потому что подставляю через раз и под этот стоячок подвожу опять трубочку вот так проплетаю сначала одну часть подставленные трубочки веревочкой потом сам стоячок и вторую часть вот подставленной трубочки так по кругу добавлю сейчас полностью везде через раз как я уже говорил через стоячок стоячки и буду все время расширять 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 до состояния уровня головы вот такая вот как бы вороночка получается теперь уже можно как бы более вертикально стоячки ставить чтобы уже вытягивать саму голову немножко вот такой вот пятачок вот такая форма пятачка получается посмотрите вот за счет того что мы увеличили вот тут вот немножечко еще при грунтовке вот это все выравняется и вот такой вот пятачок получится если вы так звуку посмотреть хорошо заметно что вот у него такая вот и запрычка получилась сейчас как только голову выведу все покажу как ушки будем делать перед прежде чем перейти к туловищу для того чтобы потом уже начать опускать трубочки вниз и формировать немножечко шею чуть-чуть чем совсем прям капельку да я хочу сначала сделать ушки для чего потому что вы потом ну легко было дальше и когда уже вот соберем всю конструкцию уже будет и туловище все ушки будет трудно плести ли на такие которые вот я хочу вам показать как они цветутся эти ушки я сейчас наверное возьму трубочки такие не очень длинные кое-что использованы больше сами сама ушка будет будем плести на 8 стоячка значит нам нужно что самое главное сейчас не пропустить тот момент где у нас вот этот самый носик вот он ведь всего-то носик вот эта трубочка вот это вот серединка вот она который определяет у нас наш нос еще саду секундочку точно посмотрю да это упор на это трубочка тянет водона вот эта трубочка вот она подъема не у сейчас вещей . пущу три щеплю это будет так то место куда от которого мы будем отталкивать для того, чтобы уши сделать. Смотрите, я сейчас заведу стоячки, как раз вот на этом уровне. Вот, допустим, вот наша серединка, раз-два, беру 2 стоячка и вот вокруг этих двух стоячков сейчас заведу 8 трубочек. Вернее, ну не 8 трубочек, а 4 трубочки. Заведу, чтобы получилось 8 стоячков. Сначала между вот этими двумя стоячками протащу, над их наружу вытащу. Вот так, вот так и вот так. Я взяла кусочки, жалко мне просто-напросто на ухо использовать новые трубочки. Кусочки у меня здесь есть такие оставшиеся отвлетения. Так вот, допустим, две трубочки и сюда сейчас вот так заведу еще две. Наверное, не две, а еще одну. Получите 4, да, еще две трубочки надо завести. Значит, между стойками заведу две. Так, сейчас одну секундочку. Здесь оставляю вот два ряда с краю и сюда вот так. Два ряда беру, чтобы расстояние было. Вот так. Мне кажется, может быть даже и 6 стоячков хватит. Сейчас вот еще вот заведу сюда одну трубочку. 6 стоячков, мне кажется, хватит. Ничего такого страшного нет. Сейчас я их разведу. И, значит, сначала у основания, про плету два ряда. Как бы подъемчик такой для ушка. Вот у меня получилось 6 стоячков. Вот, посмотрите. И сейчас я просто беру трубочку, как обычно, и начинаю плести веревочкой по кругу. Я пройду один ряд и посмотрю, хватит для одного ряда для основания. Так, вот начну лучше с задней стороны. Вот таким образом. Обыкновенную веревочку плиту. Вот. Диск мешает. Голова крутится у меня. Вот так вот один ряд пройду сейчас. И вот смотрите, что сделаю. Вот эти два стоячка, которые у меня как раз таки получились, вот относительно вот носа, относительно носа, да, вот где моя трубочка, вот она, да, относительно носа. То есть голова будет вот таким вот образом стоять. Вот эти вот две трубочки, вот эти две, сразу два стоячка, которые есть, сразу же, что я их уже просто-напросто обвинаю и больше не задействую. Вот. Сейчас. Здесь вот при плетении, при плетении чуть-чуть стоячки отгибаю, чтобы форма уха получилась такая, более расширенной. Вот. А эти два стоячка, вот, вот они, два стоячка, видите? Я на этих двух стоячках, я сейчас буду возвращаться каждый раз назад. Каждый раз назад. И вот так вот чуть-чуть на себя отгибаю, вот так вот стоячки, капельку прямо совсем по чуть-чуть, расширяя ушко. Вот в определенном месте сначала расширяем его. Вот смотрите, опять дохожу до этого, до этого стоячка, который я сказала, вот они, двойные, да, и начинаю, что делать? Возвращаться назад опять. Вот опять возвращаемся назад. И все время, все время, все время, так вот на себя немножко пригибаем, чтобы ушко такое получилось более расширенное. Голова получилась у нас достаточно большая, вот поэтому ушко тоже должно быть не очень маленькое до такой головы. Вот и опять на этой же самой трубочке, вот на второй, видите? Я что делаю? Поворачиваю, поворачиваю и проплетаю назад. Все время плиту веревочкой. Вот смотрите, вот эту трубочку загибаю здесь, эту трубочку не доходя, один стоячок просто поворачиваю, вот так. И начинаю плести в обратную сторону. Ушко все время что делаем? Расширяем вот в этом месте, чуть-чуть еще, еще, еще расширяем. Еще мало проплели. Еще переходика нет. Сейчас, минуточку. Здесь стоячок подклею. Так вот, половина ушка у меня уже есть. И теперь уже нужно что делать? Начинать пригибать вот все стоячки. Сейчас уже начинаю наоборот их пригибать вовнутрь. Вот так, чтобы уже все ближе-ближе к себе друг к другу они у меня начали располагаться. Сами стоячки тоже. Все время плиту веревочкой, прямой веревочкой. Тут уже мудрить ничего не буду, ни на обратную трубу. Эти веревочкой не буду ничего. И все время, вот теперь чуть-чуть пригибаю, придаю уху вот такую вот форму. Сейчас до определенного момента до плитур. И потом начну уже сдваивать стоячки. Сдваивать для того, чтобы у нас еще меньше, еще округлить получилось наше ушко. Вот посмотрите, пожалуйста, видите какое ушко получается. Вот теперь что делаем? Уже нужно эти трубочки, нам что стоячки сдваивать. Почему? Потому что Пристояние уже настолько маленькое стало, что лучше их уже сдвоить. Вот одна. Нажим 6 трубочек, стоячку. Поэтому сдваивать тоже легко. Сразу обретаем по две трубочки. Вот. Так. Вот просто сдвоила. Теперь уже вот нужно их пригибать настолько, чтобы потом кончики их, этих трубочек, просто что склеить. Вот сейчас вот эту уже рабочую трубочку заправляю сюда. И эту трубочку вот так вот опускаю вниз. И вот здесь складываю ушко так. Вот эти стоячки оставшиеся. Лишние, которые вот может распустились или еще что-то такое. Вот я их сейчас вот так вот сложила. Сейчас вот это все подклею. И потом кончики обрежу так, чтобы образовался остричок маленький такой, небольшой. Вот. Сейчас все стоячки сложу в кучку. Вот таким вот образом. Сначала они у меня подсохнут немножко. Вот сейчас чуть-чуть просто подсохнут. Вот так. Прищепочку сейчас прищеплю. Вот. И потом аккуратненько обрежу. Получится вот такое вот ушко. Вот посмотрите. Вот так оно будет торчать это ушко. Вот можно даже вот так немножко еще пригнуть чуть-чуть. Вот такое ушко получилось. Вот теперь мне нужно относительно вот этого стоячка. Взять еще вот так вот две стоячки. Вот они. Следующие две стоячки. И на этом месте сплести еще одно такое же ушко. Но повторяться я не буду. Я сейчас его сплету. Покажу вам, что у меня получилось. Ну вот хочу вам показать, что у меня получилось. Вот такой вот носик. Вот такие ушки. Вот такая вот голова. Все. Теперь нужно делать. Немножечко пригибать, чтобы получилась шея. Как только вот дойду до того, как нужно будет делать уже само туловище, я включусь и покажу вам. Вот посмотрите, что я уже вот так вот поставила как бы на плоскость. Вот это расширение, да? И теперь нужно вот в таком положении доплести ровно столько до самого уровня плеч. Вот. Как только дойду до уровня плеч, начну пригибать сразу стоячки вниз. И уже плести по форме самого туловища, самого поросенка. Вот так. Сейчас пока еще до уровня плеч я не дошла. Сейчас можно как раз очень хорошо, пока вот это все в горизонтальном положении находится. Подставить стоячки. И увеличить количество стоячков и увеличить длину стоячков. И все. Дальше потом уже когда начнем оплетать. Здесь, конечно, нужно прям не сразу вот так вот поднять стоячки вот так начинать плести. А потихонечку-потихонечку пригибать, чтобы это было как-то более полого. Вот. Чтобы щая перешла в такой, в виде воронки немножечко, в само туловище. Вот такую форму я подобрала. Вот уже все до уровня плеч как бы я дошла. Вот теперь уже все можно облетать вот эту форму как контейнер. Ну, конечно, такую длинную не буду делать. Вот. Чуть покороче, чем сама вот эта форма. Вот. Вот. Теперь уже можно подвязывать и оплетать уже по форме. Как только дойду до того момента, как только буду делать, ну, загибочку или как там, я не знаю, скорее всего, что, наверное, будет краешек такой, крышка будет внутренняя. Вот. Будет вставляться сюда. Вот так вот крышечка будет вставляться вовнутрь самого контейнера. Вот. Поэтому посмотрю, как лучше сделать. Как закончить и так, чтобы эта крышка тогда плотно. Скорее всего, что бортик будет на крышке. А здесь просто сделаю загибочку и этот, как его, обрежу. А потом будем делать крышку и хвостик. Так вот еще хочу вам показать, как можно нарастить стоячки. Ведь я же подставляла стоячки, да? И у меня вот одни стоячки длинные, а другие, которые остались между ними, они же у меня короткие. И вот, чтобы подставить, чтобы подставить вот сюда, допустим, увеличить вот эти стоячки. Через раз же надо, да? Вот опять делаю, что? Вот такую вот сворачиваю пополам стоячку, трубочку. И вот что делаю. Подставляю один краешек короткой стоячку. Вот прям так подставляю его. Вот так. И проплетаю вместе с коротким стоячком. Завожу саму стоячку, эту трубочку, которую подставила, просто за длинную стойку. Вот так. Оплетаю стойку веревочкой, как обычно. И следующий кончик, вот, от этой трубочки, которую подставила, уже проплетаю, проплетаю вместе с другим рядом стоячком с коротким веревочкой. Опять длинный стоячок проплетаю. Вот. И к короткому, вот к этим двум коротким, подставляю следующие два. Трубочку вот таким образом, заводя ее за. То есть, как бы, она снаружи, на лице ее не видно. А изнутри она будет в лунке коробка, поэтому ее тоже, как бы, там нигде не помешает. Вот сейчас наращу рабочую трубочку. Так, рабочую трубочку нарастила, подставила под длинный стоячок вот трубочку новую. Вот. И сейчас оплетаю один кончик, вот, с короткой стоечкой. Потом проплетаю длинный стоячок, который у меня есть. И вторую часть трубочки проплетаю с другой короткой трубочкой. Вот так. Потом несколько рядов пройду, вот эти короткие трубочки просто обрежу на этих стоячках. И все. И теперь уже вот здесь я уже все начинаю вертикально укладывать. Ну, или если вертикально трубочки ставить и уже проплетать сам контейнер. Вот. Или туловище коросенка. Поправить. Значит, здесь будет вот что. Сейчас я все трубочки, стоячки заправлю вот таким вот образом. Заправлю. И обрежу. И начну делать крышку. Крышка будет с бортиком, который, бортик будет, нужно сделать достаточно большой. Чтоб он заходил вот сюда, вот в этот контейнер. И что делал? Не выскакивал. Когда все это высохнет, все это не должно нигде болтаться. Вот. Таким образом сейчас сделаю донышко для крышки. Вот крышку. Ее нужно сделать чуть-чуть такую овальную. Но так, чтобы она плотно привлекала к стенкам. И сделать бортиками, чтоб туда входило. Большим длинным бортиком. И все. И тогда уже никуда не денется. Вот. А потом. Сейчас заправляю все стоечки вот таким вот образом. Вот так. Краюшек. Чтобы был плот плоский. И крышка должна садиться. Прямо плотно вот на эту. Этот краюшек.